Друзья мои, всем большой привет! Давно не выходило что-то, скажу честно, прям соскучилась за вами всеми. А что не выходило? Да если честно, не хочется вот эти скулящие ролики снимать и настроение. Ну, кто меня смотрит, вы в курсе, что у нас есть определенные проблемы, которые что-то никак не разрешатся, никак. Вот. Ну, вы знаете, что приятно, мне многие спрашивают, куда я делась, мне это приятно. Спасибо, что вы все-таки меня смотрите. Я очень рада. Спасибо вам, мои хорошие, за то, что вы у меня есть. А сегодня я, вы знаете, что расскажу? Я расскажу, что творится на севере. А на севере, друзья, творится полный капец. Капец, друзья, в том, что у нас на севере аномально тепло. Смотрите, не хочется на мне фокусироваться. Камера сейчас минус 2. Максимальная температура, сколько опускается, это минус 5, минус 10. Все. В прошлом году, именно в эти дни, а я веду себе, ну, для себя такой, знаете, как бы дневничок. Я записываю каждый день погоду, ну, и там какие явления были интересные. Так вот, в прошлом году, именно в этот день, стояло минус 43. Сейчас вот такая вот погода. Друзья, это уже длится вторую неделю. Вот видите, снег где-то сошел, вот здесь сошел. Тут он еще висит. Вот, знаете, с одной стороны, конечно, это хорошо. Но с другой стороны, друзья, у нас начинает уже валиться дорога. Вы же знаете, что мы живем в таком интересном месте, что у нас здесь нет дорог. Летом у нас переправа через речку, зимой зимник. Так вот, зимник уже в не очень хорошем состоянии. Представьте, такое тепло. На бисе сейчас стоит еще 15 тонн. Пускают уже только ночью. То есть, когда подмораживает, днем уже не пускают. То есть, мертвый сезон у нас, походу, начнется, друзья. Если он раньше начинался где-то, ну, где-то в конце марта, то, похоже, вот в начале марта уже начнется мертвый сезон. То есть, опять ничего не будет. И я же бегом-бегом заказала сейчас комбикорм. Надо же же кормить чем-то птичку. Сейчас, наверное, к птичке мы исходим. Тюнчик я это. У меня курочки не узнали. Я же же оделась красиво, нарядно. Кстати, я бы тут показалась бы вам в своем наряде, в котором я хожу в курятник. Конечно, вы бы испугались. Ну, вот наши старшие курочки. Вот это мы делали пристроечку для уток. Ну, утки сюда не ходят, здесь куры ходят. Ой, уточки мои, мои качечки, как за мазурик. Они на кого не похожи. Петя, Петя, это я. Ну, видишь, начинается. Короче, не хотят на улицу ходить купаться. Рябушка раскачалась. Друзья, еще у нас пополнение. Вот, приехали такие птички. Птичка с Екатеринбурга. С комбината. Вот, ну, они уже освоились. Уже начали... Видите, тут и на сидолу, господи. Ну, короче, вот на эти палки, как они сказать-то? На насесты садиться. То вообще в клетке сидели, сбившись с кучку. Вот, уже снесла на курочка яичко молоденькое. Вот такие вот у нас птички. Да? Типа тусики. Они такие интересные. Это порода Ломан Брауны. И порода это тоже крош. Вот Ломан Брауны. Они такие интересные. Они ручные. Они разговаривают со мной. Вообще. Вы знаете, я все же их люблю, всю эту птичку. Курочка ряба нервничает. Курочка, ципонька моя. Ну, что ты нервничаешь? Перепилюсики тоже вот все на месте. Ну, видите, вот проблема, друзья, у нас не совсем птичка чистая. Вы, конечно, будете удивлены, но у нас в районе проблема с опилками. Поэтому птица вот такая вся грязнючая. Вот есть у меня остатки сена. Подстилаю я сено. Ну, гляньте, вот-вот-вот-вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот петухи молчат, а она, блин, кричит. Подлючка. Ага, еще какни. Друзья, проблема в том, что у нас в районе нет вопилок. От слова совсем. Есть одночасная пилорама, но сейчас как зима, и они, когда доски пилят, ну, дерево, бревна пилят на доски, они смазывают там, не знаю, правильно я говорю, нет, крючки-то цепи-нецепи соляркой. То есть, если даже у них и купишь, а не продают опилки, то они будут вонять соляркой. Естественно, в курятник это добавлять нельзя. Поэтому вот кидаю сено. Ну, из-за того, что вот эти вот замазуры тут у нас есть, они разливают воду, ну, и ходят же они жидким, вы же знаете. Короче, влажность у нас тут нехорошая. Борюсь как могу, но, короче, уточки у меня как уточки. Замазуры. Вот, мне кажется, кому на большой земле скажешь, да, что у нас нет опилок. Наверное, люди будут удивлены, но, ребята, так и есть. У нас нет опилок вообще. Нам повезло. Ну, вот. Прошлой зимой нам отдали опилки. Человек как убирал хозяйство, уезжал, и нам отдали. У нас были опилки вообще. Ну, я снимала, я не помню. Вроде бы я снимала в прошлом году курятник зимой. У нас хорошо было, красиво в курятнике. Ну, сейчас сама психую. Не знаю, вы знаете, что решили сделать? Конечно. Смотрите, у нас же тут полно болот. Вокруг уже все болота. А на болотах есть такой мох с вагнумом. Его очень много. И я уже так подумала сама, потом в интернете посмотрела, что вроде бы так делают. Вот, наверное, придется набирать мох с вагнум, сушить его, и, наверное, делать его на постилку, потому что сена нет, соломы нет. А стелить-то что-то надо. Вот, наверное, придется мох с вагнумом. Еще смотрите, вот видите, снег все-таки осел. Вот он как бы не тает, и вот дорожки вроде бы еще так не сильно, ну, ямки есть, проваливаемся. Ну, я говорю, такая погода, такая аномалия. Аномалия. Друзья, я 34 года живу на севере, и я просто такого не помню. Я не помню таких снегов, чтобы так засыпало, как сейчас. Сейчас, не знаю, видно нет, сейчас тоже идет снег. Я не помню таких снегов, и я не помню такого тепла в феврале. Ну, могло быть, оттепель день-два, но неделя, у нас стоит такое тепло, это, конечно, жесть жестяная. Друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Спасибо вам, что смотрите меня, несмотря на то, что я теряюсь. Ну, я повторяюсь, я не хочу снимать это ноющее видео, о, блин. Вот. Так вот, такие дела. Друзья, всем привет. Моей родной Украине тоже привет. Душа болит. Душа очень болит. У меня все родные, все друзья, все на Украине. Дай господи, чтоб все это закончилось. Правда, душа болит. Ну что ж, друзья, не будем отчаиваться, будем надеяться на благоразумие. сверхстоящих, чтоб ничего более глобального. Спасибо вам всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем мира, добра, счастья. Дай бог, чтобы у вас всех-всех все было хорошо. Пока-пока.